Ну вот давайте мы все-таки, может быть и какие-то вопросы будут у вас. Ну, если нет вопросов, я вот хотел все-таки вот об этой задаче сказать, прежде чем переходить дальше. Значит, эта задача, которой мы в этом семестре не успеем заниматься, но она тоже очень важная. И она есть обобщение. Значит, вот той задачи, которую мы решали, ну и решили, алгоритм привели для решения. Там не все доказано, но все-таки алгоритм полностью изложен. Задача стоит в том, что вот есть дерево. Ну, на самом деле, вы же многие привыкли к этой картинке, она вот здесь не нарисована. Ну, дерево – это что такое? Вот есть где-то корень. Обычно, как ни странно, его рисуют сверху. Хотя корень, вообще-то говоря, в земле, там деревья. Вот корень будет сверху, а вниз идут такие вот, из каждой вершины выходят несколько рюбер вниз. И в конце концов идут листья, из которых ничего не выходит. Так вот, в листьях даны современные структуры, то есть современные геномы. Потому что структура описывает геномы организмов, разных организмов. И мы хотим найти во всех внутренних вершинах этого дерева, какие были структуры раньше. То есть у предков какие были структуры. У предков, вот современных структур, современных организмов или геномов. Ну и в том числе, какая была структура в самом корне. А в самом корне – это значит, какая была структура, какой был геном у самого-самого прапрапрапредка, от которого пошли все ныне живущие геномы или организмы. Ну, это такая, конечно, грандиозная задача. В этом дереве будет очень много листьев. Это вот такой классический случай очень-очень больших данных. Ну, можно, конечно, брать не все организмы в листьях, поменьше дерева взять. Ну, вот алгоритм, значит, мы придумали такой алгоритм, который позволяет реконструировать, то есть найти во внутренних вершинах структуры, зная их в листьях. Ну, как всегда, задача стоит в минимизации некоторого функционала. Какой же здесь функционал? Ну, понятно, какой. Нужно взять сумму. Значит, мы же, что нужно реконструировать? Значит, к каждой внутренней вершине мы припишем структуру. Значит, если мы возьмем любое ребро, то ее к концу, вот конец, там, ближе к корню, это называется начало, один край, а другой край, это ее конец, это ближе к листьям. Так вот, ее начало, то есть дальше во времени, ближе к предку, к суперпредку, самому первому предку, это вот некая структура А приписана, а к другому краю этого ребра приписана некая структура Б. И вот мы берем расстояние между двумя структурами, а расстояние мы умеем считать. Это и есть просто вот кратчайшая длина между А и Б. Но это мы расстояние, то есть длину как бы одного ребра узнали при данной расстановке. А мы просуммируем расстояние по всем ребрам, то есть суммы длин по всем ребрам, и получим, так сказать, качество этой всей расстановки. Ну и вот мы, кто что-то является переменным аргументом всевозможной расстановки. И вот мы ищем такую расстановку во внутренних вершинах, для которой этот функционал, он где определен? На всевозможных расстановках во внутренних вершинах дерева, достигает минимума? Ну, это такая, конечно, очень-очень нетривиальная задача. Мы ее умеем решать. Есть ли тут какие-нибудь вопросы или высказывания? Нету? Ну, ладно. Дайте мне кто-нибудь какое-нибудь слово произнесите, Максим. Да. Нету, да, вопросов здесь? Многие вопросы есть даже больше общего характера и по этому алгоритму, и по предыдущему. Ну, этот еще не был изложен, а предыдущий был изложен. Да, вернее. Да, ну давайте вопрос. Вот мы изучаем графы, эти оба алгоритма работают с графами. Ну, то есть один приводит к определенному виду, другой пытается восстановить вид, из которого привели. А как это моделируется на геном? То есть что означает ребра и вершины? Ребру означает ген. Очень простой ответ. Значит, ваш вопрос, вы не совсем удачно описали, в чем состоят алгоритмы, но вы как раз вопрос, вопрос ваш не об этом, а о том, какое отношение имеет наша структура, то есть множество цепей и циклов, к реальному геному. Вот правильно я ваш вопрос повторил? Да. Он не связан с алгоритмами, вот к определению структуры, к тому, почему мы работаем с этими структурами. Ответ довольно простой. Дело в том, что каждое ребро изображает ген. У генов очень важно их взаиморасположение. Кто за кем идет? Ну, у каждого гена есть какое-то имя. Ну, имя есть, конечно, не в природе, а в базе данных. Ну, то есть ген отличается друг от друга. В этом смысле в базах данных им дают имена. Ну, вот у нас это вот там натуральные числа. А и как же могут эти гены между собой быть расставлены? Так вот, такое очень нетривиальное, такое поразительное, на самом деле, открытие, что гены между собой могут быть расставлены либо как цикл, то есть замкнуты по окружности. Ну, цикл – это образ цикла, это окружность. Либо они могут быть расставлены линейно. Кроме того, каждый ген имеет направление. Ну, вот как у нас была, у нас же ведь были ребра с направлением, с ориентацией, стрелка стояла у ребра. Вот это есть на самом деле математическое описание генома. А что такое геном? Это совокупность генов данного организма. Ну, продолжите свой вопрос. Может быть, я что-то не досказал? Если ребро – это ген, тогда вершина, получается, в вершину мы никакого смысла особо не вкладываем. Вот у нас была сингулярная вершина. Чуть-чуть погромче. Нет, но сингулярная вершина – тоже математическое понятие. Ну, да, но она имеет смысл? Нет, все имеет смысл. Но теперь мы вернулись к алгоритму. У вас немножко спуталось две вещи. У нас в чем состоит наша исходная задача? Вот вы тоже со мной диалог ведите. В чем состоит наша исходная задача? Значит, даны две структуры. И найти кратчайшую, кратчайшая путь, ведущий от одной А к другой структуре Б. Ну, путь этот состоит из промежуточных структур, а на этом пути каждая структура получается из предыдущей каким-то преобразованием. Ну, каким преобразованием? Одной из шести операций. Вот она была шесть операций. Вот это наша исходная задача. В этой постановке, в этой постановке задачи никаких сингулярных вершин нету. Вот была такая задача? Вот давайте. Давайте поглядим. Вот это, слава Богу, у нас все тут открыто. Так. Сейчас мы найдем. Где же у нас? Вот. Вот она. Вот она. Вот что такое структура. Ориентированный граф. Видно, да, то, что я показываю? Я могу покрупнее сделать. Ориентированный граф из циклов и цепей. А задача преобразования. Даны цены операций. Операция этих шесть. Даны какие-то две структуры. И найти последовательность от А к Б, на которой достигается минимум суммарной цены. По всем последовательностям от А и Б. Тут нету никаких, правда? Это называется задача преобразования. Она имеет прямой биологический смысл. Потому что вот этот вот кратчайший путь от структуры А к структуре Б, это есть как в эволюции геном А, а структура это геном, превратился в геном Б. Как он превратился? Ну, вообще, по принципу минимума. Вы можете спросить, почему по принципу минимума? Ну, а почему у нас тело движется по кратчайшей, по геодезической? Вы же немножко учили диагеометрию? Ну, это такой великий вопрос. Почему у нас явление происходит по тому пути, на котором достигается минимум соответствующего функционала? Ну, там физики это называют энергией. Наверное, чтобы минимум энергии. Расход ресурсов был меньше. Ну, вообще-то говоря, вот если так философствовать начать, это такой вообще общий философский принцип, не только для физики, для биологии, для всего. Ну, вообще говоря, почему природа должна действовать по принципу, чтобы как можно меньше энергии стратить? Ну, это сложно. Я на него ответ человечество не знает, по-моему. Но, во всяком случае, мы его принимаем. И вот мы говорим, что, скажем, от какой-нибудь бактерии А, вот эта бактерия с конкретной структурой, с конкретным геномом. А – это структура генома какой-то бактерии. К геному лягушки или человека. Он представлен структурой В. Мы хотим найти путь, по которому шла эволюция, от этого к этому. Ну, и мы верим, что этот путь шел так, чтобы минимальный расход ресурса был. Ну, вот. Ну, все-таки мы верим. То есть, это не такое правило, что обязательно. Ну, в физике мы это верим или не верим? Ну, в физике, ну да. Так, нет. Ну, в общем, ответ на вопрос, верим ли мы в это, он имеет ровно такую же надежность, как ответ в физике. Ну, дело в том, что если мы не верим, то тогда вообще непонятно, ну, а как находить? Как находить? Как тогда? Как определить движение точки? Почему у нас камень падает на землю по прямой? Прямая, что просто геодезическая, ну, так сказать, вот. Ну, так сказать, в поле тяжести. Нет, ну что ж, мы тут верим настолько, тут слово «мерим» вы как-то немножко зря подставили, что мы здесь верим, ну, ровно настолько, насколько мы вообще верим в общие принципы, в самые общие принципы науки. Ну, мы, вы про сингулярную вершину спросили, но здесь, как видите, никаких сингулярных вершин нету. И они никакого биологического смысла не имеют. Они часть уже нашего алгоритма. Я понятно говорю? А именно, вот есть задача преобразования, вот тут она сформулирована, вот, ну, вот тут картинки, вот две структуры, и все угодно, они описывают два генома. Геном одного организма, геном другого организма. А – геном одного, Б – геном другого. Это одна. Над ними есть операции, именно операции над структурами. Тут тоже пока нет никаких сингулярных вершин и сингулярных ребер. Эти операции, вот, расклеят две вершины и так далее. Вот все эти ДМ, СМ, вот они, двойная переклейка, полуторная, разрез, склейка, удаление вставки. Это действительно эмпирический факт, что с геномом в эволюции происходят такие, их называют, эволюционные события. Ведь, понимаете, чтобы эволюция, даже, не знаю, так сказать, от обезьянных человек ушла, геном обезьяны должен меняться как-то. Должны с ним происходить какие-то события с его геномом. Но если бы с геномом не происходили никаких событий, то первичный геном, ну, это, видимо, там, так образно говоря, геном Адама и Евы, будем считать, что их общий геном был. Он бы так вот и жил бы, эволюции бы не было. Эволюция стоит в том, что происходит изменение генома. А какие они происходят, эти изменения генома? Но на нашем языке какие изменения структуры происходят? Вот ровно эти шесть операций происходят. Это вот, ну, просто, если угодно, микроскопик. Установленный факт. И вот, значит, есть задача. Вот такие шесть операций, две структуры А и Б, хотим найти кратчайшее преобразование. Ими, этими операциями, которые преобразования ведут. А так, Б, тут никаких сингулярных вершин, рёбер нету. Совершенно. Так вот, вот, лемма главная у нас была, что задача преобразования, в которой нет никаких сингулярных вершин, эквивалентна, алгоритмически эквивалентна задача приведения А плюс Б, которую уже мы придумали. Не природа придумала. А мы придумали, чтобы решить задачу преобразования. Мы придумали такой, такой способ соединить А и Б вместе. И вот тут в А плюс Б уже появляются сингулярные вершины, сингулярные рёбра и так далее. Так что, если мы решим одну задачу, то мы решим другую задачу. И переход от решения второй задачи к решению первой задачи подлинно биологическая задача есть первая. Этот переход осуществляется линейным алгоритмом. То есть, вот если у вас есть решение второй задачи, приведение А плюс Б к финальному виду. Это искусственный приём. Вот как, не знаю, как вот. Задача про бассейны. С какой скоростью вливается вода в бассейн, чтобы он наполнился и так далее. Вот помните, из школы. И говорят, обозначим скорость вливания воды в бассейн икс. Но я, что в природе нету икс. Максим, мне легче с вами говорить, когда я ваше видео как есть. Пока мы такой разговор ведём, вы, может, себе оставите. вот это икс. Это икс. Да, извините, сейчас надо просто переместить в другую. Ну, ладно. Вот это икс. Вы слышали, что я говорил? Или надо повторять? Да, то, что нет икса в природе. Да. Но вот это вот икс, это есть искусственный приём. Это способ решить про реальное течение воды в бассейн. Там нету икса, конечно. Вода течёт себе и течёт где-то икс. Икс – это вообще первая буква латинского алфавита. Ну, не первая, в общем, какая-то там, по очереди. Поэтому А плюс Б нет в природе. Это способ решить вот ту исходную биологическую задачу. Но оказывается, что если мы А плюс Б приведём к финальному виду, то тогда мы вот эту цепочку приведения цепочку приведения превратим в преобразование, в кратчайшее преобразование А в Б. Я ответил на ваш вопрос или не очень? Вот. Да, но сейчас вот новый появился. Как новый? Что тут нового? Новый вопрос. Ну, давайте, новый вопрос. Вот, когда мы, у нас есть алгоритм приведения А в Б, и мы знаем, что вот его... Нет, алгоритм А в Б у нас... Вернее, А плюс Б А плюс Б в приведённый вид. Вот так. К финальному виду. Есть такой алгоритм. Да, финальный. А он преобразуется, ну, тоже известным алгоритмом, вот в тот алгоритм, который А преобразует в Б. Да. И в чём вопрос? Во что он преобразует? Ну, этот линейный алгоритм, это и есть содержание леммы ноль. Но оно, он подсообщает, что значит эквивалентно. Как можно доказать эквивалентность этих двух задач? Это предъявить этот алгоритм. Ну, да, доказательство этой леммы стоит в предъявлении алгоритма, как? На самом деле, в обе стороны. Как от преобразования кратчайшего преобразования А в Б перейти к минимальному приведению А плюс Б к финальному виду? И как от минимального приведения А плюс Б перейти к преобразованию, к кратчайшему преобразованию А в Б? Вот. Это доказательство этой леммы. Но этот алгоритм не хитрый. Он гораздо, гораздо проще чем то, как А плюс Б привести к финальному виду. Ну, да. Благодаря этому алгоритму мы в явном виде получим цепочку преобразования. Да, да, да. Вот вы очень хорошо выразились. Когда мы нашим алгоритмом, который я полностью рассказал, найдем минимальное приведение А плюс Б ну, куда надо. Я уж не произношу все время к финальному виду. то мы как бы неявно найдем то биологическое то биологическое явление, которое нам нужно. Кратчайшее преобразование, то есть эволюцию генома А в геном Б. Но действительно в неявном виде. А как это сделать в явном виде? Ну, грубо говоря, там разрешить уравнение относительно там х. Вот мы нашли в неявном виде х квадрат плюс у квадрат равно единице. Это окружность в неявном виде. А если мы отсюда выразим х или у, то мы найдем там верхнюю или нижнюю половинку окружности в явном виде. Ну, как в координатах х, у или у, х. Я понятно выражаюсь? Да, да, да. Так что вот этот линейный алгоритм, который преобразует приведение в преобразование и наоборот, он действительно не изложен. Ну, он простой совсем. А там а вот нетривиально было придумать сам этот ход и самое главное как найти это кратчайшее приведение А плюс Б. Это мы изложили полностью. Давайте новый вопрос. Ничего плохого нет. Вы не только не надоедаете, а наоборот. помогаете мне, но я думаю другим. Да, вот я назвал вам как я понял алгоритмы. Вы сказали, что там есть неточности. А в чем они? В самом начале вопроса. Ну, то, что мы изучили алгоритм, который приводит наш граф в определенный вид. Какой? А плюс Б. А плюс Б, да. Приводит А плюс Б к чему-то там, к чему положено. Ну, да, к определенному виду. Да, да. А какая-то нету? Второй это алгоритм реконструкции. Это когда мы имеем... Это совсем другая задача. Это не другой алгоритм. Это другая задача. Ну, да, да. Нет, погодите. Вот есть задача кратчайшего приведения А к Б. Вот можно даже и занумеровать. Это задача номер один. Есть задача минимального приведения А плюс Б. Ну, к чему надо? Задача номер два. Эти задачи эквивалентны друг другу. Вот о чем говорит Лемма-0. А есть третья задача. Она не первая и не вторая и им не эквивалентна. А есть третья задача. Она сама по себе. Она состоит в том, чтобы в том, чтобы для данного дерева и для... Давайте я биологически выражусь и для геномов в их листьях найти, какие геномы во времени, в каком времени, в физическом времени, в предшествующем времени, какие геномы им предшествовали раньше. Только время у нас изображается деревом, и потому оно, ну, время, как бы, вроде считается, течет непрерывно в физике. Но, конечно, мы не наблюдаем изменения геномов непрерывно. Геном за одну секунду не меняется. Вот. Кошка там из собаки не получается за даже за... Это уже миллионы лет. и поэтому здесь время представляется деревом. Вы понимаете, что такое дерево? Можете у себя на бумажках нарисовать дерево? Да, да, это игра, связанная игра без... Ну, это умные слова, попросту-то вы его рисовать можете? Ну, просто вершинка и из нее... Из нее выходит вниз, 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 все время идет вниз, можете считать, направленные ребра к листьям. Вот и все. Это вот есть изображение времени, только не непрерывное время, а дискретное время. Ну, потому что вот если мы возьмем одно ребро, то считается, что от начала этого ребра, то есть то, что ближе к предку, к концу этого ребра, то, что ближе к нашему времени, вот это такое... Ребро – это такое время, за которое все-таки там какие-то события произошли. Ну, ребра, то есть отрезки времени, на которых мы смотрим эволюционные события, они должны быть сильно маленькими. Ну, иначе там будет все время нуль эволюционных событий. Но это третья задача, она сама по себе. Но она, конечно, включает задачу один, потому что здесь функционал-то из чего состоит? Из суммы расстояний между структурами на концах всех ребер, А как узнать расстояние на концах какого-то ребра, если дана в начале ребра А структура, а в конце Б структура? Как узнать? Для этого нужно применить вот тот предыдущий алгоритм с А плюс Б. Так что семья, эта задача непосредственно обобщает тут, продолжает ее. Но она сама по себе, конечно. есть еще вопросы или высказывания? Вот что Семен скажет или спросит. Вот. Или бедная Диана, что-то она у нас редко говорит, но ничего, будем считать, все знает. Там вроде вопросов нет. Ну тут, конечно, да, ты-то, конечно, понимаешь. Если нет никакого вопросов, то мы сейчас перейдем к тому, что обещали, к доказательству Лемма-1. Значит, как это уже делать? То есть закрыть эту, открыть, открыть сейчас, где же это у меня, это вот закрыть, вот это вот открыть и открыть следующую лекцию. Вот она. Видно ее или нет? Не видно? Ау? Максим, ну скажи, видно или видно? Презентация все. Презентация все видно. Все, ну замечательно. Вот. Итак, здесь мы хотим вот эту Лему-1 доказывать. К сожалению, доказывать, то есть доказывать вот это равенство. Ну, доказательства делать по удаленно, особенно трудно, поскольку на доске можно рисовать. Ну, вот я пока не рисую. Все-таки здесь вот на ходу. так что я прошу вот все-таки мы сейчас будем пытаться это делать в диалоге. В диалоге. Значит, давайте мне кто-нибудь помогать. Вот, Максим, ну, потрудись, пожалуйста. Значит, как мы собираемся доказывать это равенство? Мы будем в лоб подсчитывать левую часть и в лоб подсчитывать правую часть убеждаться, что получается одно и то же. Только нужно брать разное же. Какие же могут быть? Ну, возьмем самый простой случай. Если же изолированная обычная, обычная изолированная точка. Вот, Максим, я с тобой диалог веду. Вот, нарисуй изолированную обычную точку. Значит, ну, она имеет какой вид? Она начало, она край какого-то ребра. То есть, она имеет вид N1 или N2. Ну, так было. А она же изолированная, как она может быть правильной ребра? Очень просто. Вот, если я возьму в цепи, ну, как, как, что значит изолированная в A плюс B? Это значит, что она ни с кем не склеена. Возьмем край цепи, нарисует мысленно цепь. И возьмем самый левый ее край. Пусть это будет N1. Ребро левое N, самое левое N, его левый край N1. Вот, с кем она склеена? Она не, с кем не склеена? Она, когда у нас края склеиваются в A плюс B, когда N1 с каким-то N2 склеена, то есть с каким-то N1 с К2 склеена. Где? Либо в A, либо в B. Но край цепи N1, если он тоже край цепи и в B, если он и в A, и в B край цепи, то ни с кем не склеен. Да, я понимаю. Так что обычная изолированная точка, конечно, может быть. И она всегда помечена либо N1, либо N2, если она конец. Если она N1 если начало, а N2 если конец. Изолированная обычная точка. Ну, чему равна левая часть для такой штуки? А J что такое? это сколько нужно сделать операций в автономном приведении. Но даже не вспоминая, что такое автономное приведение, достаточно вспомнить, что это приведение к кому? К финальному виду. А изолированная точка, она в финальном виде, какая была, такая и остается. То есть изолированная обычная точка, она уже есть финальный, она уже есть граф в финальном виде. ну, значит, сколько же для нее будет операции надо делать? Я вдруг сам засомневался, испугался, я бы сказал ноль, то есть А, G ноль, но правую часть посмотрим. ну, что такое у нас D? Это вот, вот, прямо здесь подписано. Можно сюда смотреть, а лучше, конечно, чтобы у вас была на тетрадочке. на тетрадочке. Ну, у меня есть записи, вот я взял как раз, да, суммарные. Ну, у нас тут одна компонента, вот одна эта точка, ну, как, что такое ее размер? Ну, это вот, что мы приписываем? Размер графа, который она доставляет. Ну, да, ну, ноль. Она ноль, короче говоря. в обычной точке размер ноль. Значит, D будет ноль. D ноль. Сингулярных вершин тут нету, потому что она обычная. Значит, B ноль, да? Да. Число нечетных тут нету. Ноль четных. Сейчас, погодите, погодите, нечетных цепей тут есть. Почему? Потому что потому что нет, нечетных нету, потому что сама эта изолированная вершина это тоже цепь. Но она ноль, а ноль четная. Нечетных тоже F0. Циклов тут нету, значит, C0. Теперь это сумма длин чего-то такого отрезков. Тут нету никаких отрезков. Помнишь, что такое отрезок? Это максимальный связанный участок из обычных любых. А тут нету никаких отрезков. Так, значит, S0 правильно? КB число компонентов, содержащих B сингулярную вершину. Тут вообще нет никаких B сингулярных вершин. Ну и наконец, последнее. Вот это D это число цепей вот именно таких. Но тут вообще нет никаких цепей. то есть, короче говоря, все вот эти вот D F C B S D KB все нули. Слава Богу, сошлось. Потому что крайние случаи часто бывают не сходятся. Значит, справа 0 и слева 0. Доказали. Следующий случай. Пусть это будет сингулярная изолированная точка. Такая может быть. она должна быть помечена как? Либо A, либо B, да? Просто она одна, изолированная сингулярная точка. Ну, значит, тогда левая часть чему равна? Максим, ну уж потрудитесь, пожалуйста. Она тоже нулевая, потому что это готовый вид. Нет, нет, нет. Извините, одно сомнение. А, нет, нет. У нас да, алло. Да, нам надо удалить сингулярную вершину. Сингулярную вершину надо удалить, потому что сингулярная вершина это G, если он состоит из сингулярной вершины. Он еще не в финальном виде. А что нужно сделать? У нас есть операция REM, удалить. Ну, удалить ее и все. Значит, тогда A от G чему же будет равно? Она будет равна цене этой операции, да? Цене этой операции ну у нас а цена этой операции по удалению A сингулярной вершины она чему равна? Вот этому W я вот тут напоминаю. Значит, у нас W смотрите, написано W и W это цена удаления A и B соответственно. Ну, сингулярных вершин. Понятно? Значит, левая часть равна чему? Ответ. W A если это вершины помеченные A и W B если B если помечена она B вот мы про левую часть знаем, чем она равна. и как говорится перекрестившись нехорошо, конечно, так говорить но извините я вполне это уважение но проверим, что и правая часть это даст то смотрите тут такое хитрое выражение справа отнюдь не бросается в глаза но опять подсчитывать будем честно правую часть подсчитываю чему равен суммарный размер всех компонентов тут одна компонента из одной сингулярной вершины ну и чему ее размер равен минус 1 точно значит D минус 1 ну я призываю вас записывать вместо D вот сюда нужно подставить минус 1 ну значит написать минус 0,5 напишите минус 0,5 сразу иначе запутается ну я призываю Семена это делать ну ну можно конечно тут ну я не могу проследить чтобы все работали теперь ну опять число нечетных цепей у нас нет цепей почему вот она сама изолированная вершина размера минус 1 по размеру минус 1 а минус 1 нечетное число значит получается что F тоже единица F тоже единица значит что было то было 0,5 ну там минус 0,5 минус 0,5 а здесь плюс 0,5 значит они сократятся правильно и плюс C C ну нет ну C потому что это вообще число циклов циклов нет у нас никаких сейчас что-то я тут может быть и ошибся подсчете это очень трудно считать когда я сам на бумажку не смотрю да нет вроде сейчас не ошибся где-нибудь Костя а вы там включитесь тоже в подсчет поскольку я их могу у меня нет бумаж пока нигде нет так что у нас получается минус 0,5 и плюс 0,5 да 0 значит будет да 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 Костя следите пожалуйста и подсказывайте так и а C ну циклов нету значит получается что все это 0 правильно Костя да у меня нет бумажки увы теперь здесь считаем сингулярных вершин B одна правильно одна сингулярная вершина вот B1 S ну никаких у нас отрезков нету вообще D D D это что такое это вот вот такого типа число цепей такого типа у нас цепей вообще нет значит D0 S0 значит здесь что осталось просто WA осталось правильно WA осталось вот значит от первых двух слагаемых осталось WA WA так Максим я ужасно стараюсь надеюсь вы тоже вы только не поддакивайте а то я ужасно огорчаюсь теперь посмотрим на KB что такое KB число компонент содержащих B сингулярную вершину если у нас была A вершина то есть помеченная A вот эта сингулярная тогда КБ чему равно 0 конечно поскольку нет B сингулярных компонентов ну нет компонентов B сингулярных вершина иначе всего останется что у нас WA останется и все и все ну так и было слева а если у нас она B помечена то у нас есть B сингулярная вершина да значит KB равно чему 1 да и сократится WA и остается WB как и должно быть чудесно мы тоже это не зеваем мух не лоим как говорят студенты иногда сходится иногда дальше двигаемся теперь начнем возьмемся за циклы пусть же это цикл АБ ну нарисуйте цикл АБ тогда у нас цикл АБ это уже финальный вид цикл АБ так что его надо то есть слева будет ноль правильно он уже финального вида его некуда приводить так а справа что получится у цикла АБ Д равно чему 2 гениально Д равно 2 вместо 05 Д будет единичка правда F число нечетных цепей цепей нету циклов число нечетных цепей ну оно циклов есть циклов есть сколько 1 1 и это не петля 1 значит минус 1 то что было там было 2 минус 1 и плюс 0 нет не 2 2 умножить на 0 5 надо было 0 5 и потом снова 0 5 было 1 и минус 1 по-моему 0 уезде Костя если мы ошибаемся 0 5 должно быть нет ну смотри еще D равно 2 значит это единичка впереди F равно 1 и 0 5 впереди а 1 и 2 и минус и минус 1 останется нет у нас F нет все F нет да все правильно там будет 0 1 минус 1 да будет 0 значит этого нет так ну давайте B считать число сингулярных вершин но их нет B 0 отрезков отрезков что такое отрезок тут есть отрезок а именно сам этот цикл он и образует отрезок циклический отрезок значит как нужно посчитать S нужно взять его длину это 2 правильно длина его 2 вот L гамма тут один отрезок L гамма 2 поделить на 2 будет 1 и минус число циклических отрезков а он сам циклический отрезок вот этот 1 минус 1 будет 0 а C0 это число крайних нечетных отрезков крайние нечетные отрезки только на цепи бывают значит снова 0 будет S0 это понятно или нет да только сейчас по-моему мы добавили новую константу ну добавили добавили правда я ее забыл правильно нужна же здесь константа Костя C0 что конечно нужна нам Костя говорит нужна значит я ее там пропустил надо вставить C0 но я кстати в презентациях я же говорил что я презентации после лекции правлю я не могу с первого раза сделать ну без опечаток презентации и вот презентация которая лежит не сейчас а вот лежит она там C0 есть ну короче говоря тут у нас S0 D это число цепей таких-то типов но цепей у нас нету значит второй слагаемый тоже 0 значит что же остается а число KB чему равно нулю компонент KB число компонент содержащих B сингулярно их а нету сингулярно значит получается справа 0 а и слева 0 потому что цикл AB не надо никак приводить он уже в финальном виде здорово здорово ну давайте еще один цикл рассмотрим нарисуйте квадрат квадрат вот давайте нарисуйте обычный квадрат и вот с верхней с верхней стороны будем именовать по шестовой стрелке чтобы у нас одинаково получилось A сверху B A B вот такой цикл ну потому что должен быть цикл без сингулярных ребер значит он из чего состоит только из обычных ребер правильно вот вот цикл A B AB ну слева что у нас к чему равно левая часть какую нужно операцию сделать чтобы получить финальный вид нам надо сейчас ну сообразите нужно вырезать A мы разбиваем делаем один DM вырезая два ребра B B вырежем и подклеим к этим к сверху и снизу A получим цикл AB и AB два два цикла получим AB AB это понятно или нет да ну AB AB два цикла отдельных это уже финальный вид значит нужно выполнить одну операцию а именно DM правильно а а цены всего одну одну операцию надо выполнить чтобы привести граф к финальному виду значит левая часть равна цене этой операции одной а все DCG операции в том числе DM DCG это DM SM CAT ОМ они все единицы значит слева стоит единица правильно значит теперь мы надеемся и справа единицу получить и справа единицу получить ну давайте считать опять все величины чему D равно для такого квадрата 4 замечательно значит у нас здесь 0 5 4 будет двоечка 2 напишите 2 теперь F цепей нету значит его нету C циклов есть 1 значит будет 2 минус 1 1 останется правильно все согласны правильно да все 1 значит первое слагаемое что оставить 1 минус W правда да правильно теперь второе слагаемое считаем B чему равно у сингулярных вершин B нету S отрезки есть есть ровно один отрезок а именно весь цикл образует отрезок правильно значит давайте S считать берем его длину длина у квадрата 4 правильно 4 ребра 4 пополам будет 2 целая часть от 2 2 и отнять число циклических отрезков а сам этот квадрат циклический отрезок потому что это циклический цикл и отрезок я понятно говорю или нет что такое отрезок это максимальный связанный участок из обычных ребер наш квадрат AB AB он является максимальным связанным участком обычных ребер подумайте да является потому что ну понятно он состоит из обычных он состоит из обычных он максимальный добавить нечего он связанный они все за дружкой идут значит максимальный значит он действительно циклический отрезок значит c1 равно единице значит получилось что тут ну c0 0 конечно у нас цепей нету значит получилось 4 пополам да 2 минус 1 3 осталось все согласны 3 3 осталось что вводи 3 3 значит 2 минус 1 1 а да 4 пополам 2 и минус 1 значит 1 останется да 1 я уж устаю когда начали путать значит s1 d это цепи там какие-то типов их нету здесь у нас значит то оставилось что w а а тут что будет тут что будет у нас нету никаких значит это будет 0 значит все это даст w а что-то нехорошо нет 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 все правильно тут w а осталось и перед этим от первого слагаемого 1 минус w а и w а сократится останется 1 здорово хорошо да 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 уж я-то как раз что все хорошо тоже ну наконец давайте рассмотрим третий и последний случай но он такой уже такой довольно хлопотный и потому боюсь он требует ну рисовать там надо усиленно значит нарисуем сейчас мы рассматриваем случай цикл с сингулярными ребрами нарисуйте какой-нибудь цикл с сингулярными ребрами ну вот я предлагаю самый простой а сверху нарисуйте это ребро а снизу бб между бб ставим жирную точку а две другие вершины их такие тоже нежирные точки всего здесь вершин 3 правильно получился цикл а б б б сингулярные понятно это да значит подсчитываем левую часть сколько нужно сделать операций чтобы привести вот такую штуку которую все каждый должен видеть у себя к финальному виду очень даже немного сейчас у нас вроде нам нужно удалить сингулярную вершину нормально будет вроде что удалить сингулярную вершину б и будет нормально нет нет у нас как у нас там алгоритм то в чем был что нужно сначала удалить все обычные ребра тогда нужно удалить а ребро сейчас погодите что-то я не то говорю нет 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 вы правы как всегда ну и как и положено представителям такой кафедры вы правильно говорите там обычные ребра удаляются до достижения примитивных циклов а примитивные циклы есть одно обычное потом б б да значит сейчас кости подскажите ко мне здесь у нас что надо удалять прямо сингулярную вершину да да конечно значит как вы и сказали правильно нужно просто удалить эту сингулярную вершину в чем состоит удаление это мы вот эту вершину жирную которую я просил удаляем и вместо б рисуем одно б и получится цикл а-б из обычных ребер совершенно верно да это я кстати сейчас припоминал как у нас написано автономное приведение значит удаление обычных ребер до достижения примитивных циклов в общем там что-то в таком духе должно быть написано я вот сейчас уж не хочу перелистывать чтобы туда искать ну хорошо значит у нас левая часть чему равна ну значит вб нет левая часть это цена суммарная цена операции приведения такого цикла к финальному виду у нас же кратце приведение такого цикла это удаление одна операция была удаление б сингулярной вершины да бб а цена б сингулярной вершины вот она дубль вб так я так и сказал вб а вы сказали вб а это мы надеемся справа получить дубль вб давайте считать д суммарный размер чему равен у такого цикла ну сергулярное ребра бб считается по 0,5 да а а считается за 1 получается получается 2 а 0,5 от двойки будет единица здесь единица да так f число нечетных цепей но их нету да тут цепей даже нет число циклов 1 минус 1 получается 1 минус 1 значит у нас что получилось то 0 да здесь же сейчас 1 я когда вот говорю мне трудно и одновременно в уме решать эти цифры значит получилось 1 минус 1 0 первое слагаемое исчезло второе слагаемое b сингулярных вершин 1 правильно s нужно s связано с отрезками а у нас нет у нас есть отрезок 1 1 состоящий из а значит его длина 1 1 пополам 1 2 целая часть 0 а крыльев отрезков что ну еще там c0 или c1 должно быть да да но у нас c0 это число крайних нечетных отрезков цепи так нет цепи а c1 это число циклических отрезков есть тут циклический отрезок а у нас циклических сингулярных вершины нету нету значит s все 0 будет d это число цепей определенных типов у нас вообще цепей нет второе слагаемое тоже 0 так что ли да да получили что второе второе а в следующем будет число компонент снижающих по землянной вершине это одна компонента да останется w а ну и что у нас w а сократится и что останется wb как это должно быть все сходится ну хорошо ну коллеги значит давайте уж мы дальше подсчитывать не будем я вижу что более сложные случаи где нужно действительно вот на бумажке вести вот этот вот учет записывать и а это все вот довольно просто ну иногда так сказать вот требует внимания ну как там подсчет всяких таких вот там какой-нибудь грубой аллогии там тоже чисто формально действуешь но нужно там подсчет вести нектое усилие нужна и бумага поэтому ну вот мы набросали доказательства давайте мы некоторое время может быть у вас есть какие-то вопросы или высказывания в целом или в частности если доказывали это лема правильно доказывали но мы ее не все случаи разобрали но вот так надо потихонечку потихонечку двигаться в тексте который я приложил ну который с самого начала там лежит там рассмотрены все случаи текст есть на русском языке он немножко поподробнее и есть на английском он более сокращенный да ну мы не разобрали всех случаев там разве можно разобрать все случаи можно я вам даже перечислю вот это хорошая мысль вот все случаи такие и будет ровно семь ну там их и в тексте семь но я их помню на память вот вот запишите пожалуйста на своем листочке первый пункт первый случай это изолированная вершина обычная или сингулярная мы его разобрали обычно и сингулярная или ну она не может быть и она либо обычная либо сингулярная ну да первый случай изолированная вершина а какая она может быть ну там два подслучия изолированная или сингулярная обычная мы его разобрали второй случай цикл без сингулярных вершин мы его разобрали с вами правда но мы же рассмотрели частный случай ну частный случай да вы правы Нужно было бы рассмотреть не просто, как там мы рассмотрели, вы правы, мы там рассмотрели два случая. АБ и АБАБ. А что еще может быть во втором случае? Цикл без сингулярных вершин. Как он может быть устроен? Надо сообразить. Я вам скажу, как он может быть устроен. Он может быть устроен только так. АБАБАБАБ. И в конце должно кончиться на чем? На Б. Ну и в конце замкнуть в цикл. Значит, у нас будет сколько ребер в этом цикле? Четное число. Половина А, половина Б. Но если вы в любом месте этого цикла начнете сам и пойдете по этому циклу АБ, 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 вы можете любое четное число раз накрутить по окружности. Ну и если вы кончите на последнем АБ, вот вы примкнете к началу первого А. Я понятно сказал? Ну да. Устройство цикла понятно. Ну да. Мы рассмотрели только в случае цикл четный длины 2, четный длины 4, а еще может быть точно так же. Длины 6, длины 8, длины 10. Ну там на самом деле что меняется? Меняется число раз, сколько нужно применить ДМ. То есть надо сначала удалять обычные ребра. Они удаляются парами до получения примитивного цикла. Ну вот, вот там так вот все сходится. Ну схема такая же. Ну да, ну понятно. Она написана письменно, если у вас, ну или тут, ну надо подумать. Это тут, ну или что бы вы хотели? Ну я понял, да, что я верю. Ну вот второй, нет, ну это, ну что значит, ну даже на лекциях по матанализу, по-моему, все уж не доказывается, там кое-что так, как говорится. Иногда частный случай рассматривается. Итак, второй случай. Цена, цикл без сингулярных вершин. Третий случай. Цикл с сингулярными вершинами. Ну мы опять-таки рассмотрели что? Либо мы рассмотрели только А, Б, Б. А что еще может быть? Вот хороший вопрос. Еще по какому типу? Как вообще выглядят циклы с сингулярными вершинами? Вот я бы сказал простейший случай. А, Б, Б. Еще может быть А, А, Б, Б. Здесь сколько сингулярных вершин? Вы нарисуете за мной. А, А, Б, Б. Две. А как дальше вот двигаться, чтобы образовывать более длинные циклы с сингулярными вершинами? Надо брать так. А, А, Б, Б. А, А, Б, Б. Ну и сколько раз будет таких пар? Пар? Ну, хорошо. Сколько здесь будет? Ну, А, А у нас по 2 повторяется. Потом Б, Б, 2. Потом опять А, А, 2. Потом Б, Б, 2. Ясно, что мы на 2 должны умножить. А сколько таких повторов может быть? Четное число. Четное число. Потому что мы, начав с А, А, должны кончить Б, Б. Я понятно говорю? Да, да, да. Значит, это четное число, но если еще умножить на 2, то будет четное число ребер или четное число, как я иногда выражался, это полезно так иметь в виду, двойных ребер. То есть, А, А иногда полезно рисовать не как мы рисовали, а просто как две черточки, как валентность, такая двойная валентность. А, А, Б, Б. Значит, это четное число. А, А, Б, Б. Но это только будет четное число, которое если поделить на 2, будет снова четное. Такое тоже бывает. Ну, вот надо и да, рассмотреть. Это третий случай. Четвертый случай. Нечетная цепь без сингулярных вершин. Это уже цепь. Вот мы начинаем рассматривать. Нечетная цепь без сингулярных вершин. Пятый случай. Нечетная цепь с сингулярными вершинами. Запишите, пожалуйста, кто хочет все-таки это отследить. Нечетная цепь с сингулярными вершинами. Значит, была четвертая. Нечетная цепь без сингулярных вершин. Пятая. Нечетная цепь с сингулярными вершинами. Шестая. Четная цепь без сингулярных вершин. четная цепь с сингулярными вершинами. Все. Это логически все возможные случаи. Если вы себе попробуете, в общем, вы не найдете другой комбинации этих характеристик, кроме этих семей. Смотрите, это каждый раз, вот правильно, вы можете что сказать? Смотрите, правильный вопрос мог бы быть. Это ведь мы перебрали всевозможный вид одной компоненты. Правильно? Что такое компонента? Это изолированная вершина или какой-то цикл или какая-то цепь. Других компонент не бывает у нас в структуре. Правда? Я понятно говорю, Максим? Но у нас, конечно, может быть много компонент. И в чем компоненты могут быть разные. Одна цепь, другая цепь. Но, если мы докажем, пусть у нас есть граф G, состоящий из пяти циклов, семи цепей и четырех изолированных вершин. Тогда мы для каждой компоненты по отдельности проверим это равенство. А потом сложим левые части и правые части. Я понятно говорю? В левые части вот сумма, которая получится, сумма автономного приведения для всех компонент, это будет равна автономному приведению всего графа. Потому что автономное приведение работает над каждой компонентой параллельно, независимо, друг от друга. Ну да, это понятно. Вот. Ну, а если мы сложим правые части несколько раз, то вот тут так забавно, она так устроена забавно, называется линейная форма. В общем, что если мы сложим для нескольких компонентов правые части, то это будет, то получится как раз вот эти самые характеристики D, F, C, B, S, D, K, B, для всего графа. То есть эти характеристики для всего графа являются суммами их же для отдельных компонентов. Но это надо проверять. Ну, как бы проверять. Ну, да. И вот таким образом мы для произвольного G рассмотрим, сколько бы в нем не было компонентов. То есть действительно, вот те семь случаев, это проверка для отдельных компонентов. Это совершенно верно. Доказательство написано, как я уже сказал. Есть ли еще какие-то, может быть, высказывания, замечания, общие, частные? Ну, что, коллеги, значит, если таковых нету, то перейдем к подведению итогов. Субтитры создавал DimaTorzok